всем привет снова мы на карьере сегодня штиль нет волны очередные испытания электрического лодочного мотора изновшись сегодня винт от yamaha пятерки я поставил и сделал водяное охлаждение для мотора вот так вот теперь выглядит мотор изнутри стоит здесь система охлаждения мотора стоит насос насос с алиэкспресс сама всасывающий от от него подача наверх пошла дальше медная трубка шестерка и мотор обмотан и идет сброс ровно обмотать мотор не получилось потому что там мотор с ногой на которую прикручивать здесь крепится для того чтобы ровненько обмотать нужен ровный круглый мотор это уже перспективе может быть переделаю корпуса пилю эту ногу и обмотаю плотненько вот экспериментально у нас охлаждение пока работает от отдельного аккумулятора от такого вот так подключаем это муля ну так это работает система охлаждения мотора там идет забор я думаю такого потока достаточно для охлаждения мотора будет медная трубочка хорошо передает тепло и вода будет его отводить дальнейшем я думаю сделаю эту схемку чтобы питалась от общего аккумулятора 72 вольта по-прежнему у нас те же два аккумулятора которые не рассчитаны для таких мощностей ну что поехали потихонечку ну вот на малом газу вообще на малом малом совсем чуть-чуть газа 6 километров в час лодка на глиссере 8 9 километров в час 30 процентов мощности первая передача 9 с половиной километров в час то есть соответственно можно собрать киловаттный мотор на одном 36 вольтовом аккумуляторе и он будет так работать так скорость включена вторая смотрим 9 4 километра в час так попробуем что на 3 нас будет так посмотрим что с аккумуляторами чем-то отключается аккумуляторы в принципе не особо горячей рабочей температурой почему так слишком большая нагрузка на редукторе мотор кстати там где охлаждение нормально работает там где нет охлаждения величеват контроллер контроллер тоже вроде не перегревается попробуем с открытым может быть лучше но и и и и и и и и Какие-то странные звуки издаёт нога. В общем, на второй передаче с этим винтом 9 км в час. Но почему отрубается мотор, непонятно. Может быть, я собрал что-то неправильное, там где-то что-то подклинивает. Ну ладно, сейчас доедем, посмотрим. Какие-то странные звуки издаёт нога, может, уже сама. Ну вот, собственно, винт идеальный для этой системы получается. От 5 лошадных. Единственная претензия у меня к аккумулятору. Аккумулятор не способен обеспечивать этот мотор с нужным током. Да, что-то там, по-моему, с валом. Странно ведёт себя редуктор, он там болтается. Похоже, кирдык пришёл к карверовскому редуктору. И он подклинивает, и мотор из-за этого отключается от перегрузки. Ещё мы проверим эту теорию. В общем, не совсем удачно завершили сегодняшнее испытание. Что-то пошло не так. Мотор постоянно выключается. Причём выключается только на... Когда двигается вперёд, на задней скорости проблем никаких нет. Похоже, дело в том, что редуктор от карвера отжил своём. И когда едешь вперёд, он просто в какой-то момент заклинивает. И мотор отрубается, поэтому надо брать новую ногу, продолжать тесты и брать новые аккумуляторы. Ну а так, вроде бы винт самый оптимальный. И лодка идёт легко, и мотор не греется, и аккумулятор. Поеду потихоньку в сторону берега. Ну вот, да, напрямую он ещё держит более-менее. Можно ехать. А чуть-чуть поворот, и всё, редуктор вклинивает. Вот, собственно, результат издевательства над редуктором лодочного мотора карвер. Вот у нас во что превратилось масло трансмиссионное в редукторе. Понятная какая-то жидкость зелёная. Поэтому он, похоже, и подклинивал. Надо будет разбирать или покупать новый редуктор. Продолжать испытания. Редактор субтитров А.Семкин